Мокрица. Сорняк, который лечит бесплодие, суставы, болезни сердца, забытая еда от сотни болезней. Даже в жару мокрица мокрая, влажная, оттого и данное народное название. Она очень сочная, в ней много влаги. А грядки она любит потому, что на них, как правило, мягкая, рыхлая почва и регулярный полив. Чем почва плодороднее и мягче, а воды и влаги в почве больше, тем сочнее, крупнее и быстрее будет расти мокрица. От семени до семени, то есть полный цикл растения проходит всего за 5-6 недель. При плюс 4 градусах она уже начинает прорастать, потому она со снытью появляется уже в середине весны. И это прекрасные витаминные растения для живых и полезных весенних салатов. Растет она в природе на увлажненных почвах, в низинах, в полутени, любит сырость, растет после затяжных дождей. Многих удивит то, что в мягкие зимы она продолжает расти даже под снегом. Более того, цветет под ним и даже дает семена, так как она способна к самопылению. Мокрица увеличивает лактацию у всех млекопитающих животных и у человека в том числе. А она также повышает продуктивность, то есть яйценоскость у кур. Почему? Потому что это растение рекордсмен по цинку, витамину С, витамину Е. В ней много витамина В9, фолиевой кислоты. Есть каротин и витамин К1, который отвечает за нормальную свертываемость крови и эластичность капилляров и других кровеносных сосудов. В мокрице много азота, так необходимого для построения белка. В ней есть многие ценные и редкие минералы, такие как кобальт, в том числе много железа и калия, а это очень важно для сердца и всей кровеносной системы. Вкус у нее нейтральный, напоминает салат, не кислый, не горький. И потому для широкого круга людей, для составных салатов мокрица будет идеальна. Да, она неимоверно выносливая и живучая. К тому же это растение барометр. Если утром цветки мокрицы не раскрылись, значит днем будет дождь. А если они не раскрылись и днем, то тогда на следующий день ждите дождь. При радикулитах, артритах, артрозах, при любых воспалениях суставов, эта трава обязательно поможет. Для этого нужно делать компрессы. Лечит она и шпоры. Прикладывается трава к больным суставам при ушибах и к потрескавшимся пяткам, к шершавым рукам. Надо просто втирать кашицу в кожу на ее больных участках и пить настой мокрицы. Делаются компрессы очень просто. Чистую, сочную, но не мокрую траву размять немного раздавливающими движениями в пригоршне и прикладывать к больным местам слоем 5-10 мм. Кстати, мокрица прекрасное средство от ожогов и для заживления ран. Для этого нужно ее также размять и приложить, зафиксировав пергаментом, а поверх бинтом или полиэтиленом пищевой стрейч-пленкой. Время наложения таких компрессов от 30 минут, а при суставных проблемах и болях до 2-3 часов. Кожа на стопах станет мягкой и пройдут трещины на пятках. Если носить свежую траву под носками, защитив носки и обувь от сока мокрицы, прокладка из полиэтилена. То есть пирог получится таким. Кожа стопы, мокрица, полиэтилен, носки, обувь. Сушка мокрицы впрок производится при 40-50 градусах температуры, не выше, чтобы не потерять большую часть лечебных свойств. А у меня на канале в разделе, плейлисте по лекарственным, съедобным, лечебным растениям уже более 20 видео. Посмотрите их непременно. Ссылку на этот раздел я оставлю вам под этим видео. И еще очень важная информация для всех тех, у кого есть свой огород, дача, крестьянско-фермерское хозяйство, или вы просто любите комнатные растения. Есть у нас натуральный органический препарат на основе фульвовых и гуминовых кислот. Это уникальная возможность сделать почву здоровой, не допустить многие болезни растений, увеличить плодородие. Урожаи сделать плоды вкуснее. Какими свойствами обладает этот уникальный натуральный препарат, эти почвенные кислоты, посмотрите непременно видео об этом препарате. Ссылку оставлю вам прямо сверху, первой ссылочкой. Ну а теперь рецепты для питья на пара в ванн. Для настоя мокрицы берется одна столовая ложка сухой измельченной травы на один стакан воды при 70-80 градусах воды. Сырье засыпается в термос, взбалтывается и нужно дать настояться на пару 40-50 минут. Затем процедить, отжать и пить по полстакана до еды три раза в день для очищения крови, укрепления сердца для суставов и иных лечебных целей. Устраняет такой напар колики, запоры, вздутие, боли в желудке. Снимает и стрессы, укрепляет тем самым нервную систему. Закапывается такой настой и в глаза при их воспалении, помутнении хрусталиков, ухудшении зрения. По две капли в каждый глаз 4-5 раз в день. Но тогда запаривать лучше траву в астматической дистиллированной воде, чтобы в ней не было солей жесткости. Хотя, впрочем, может быть вы предпочитаете капли, а в тальмоферон, как вы уже не раз слышали, на помощь каждому идут. Но вернемся к менее прогрессивной, архаичной мокрице. Ванны из сушеной травы мокрицы делаются так. Один стакан той же самой измельченной мокрицы берется на 1 литр и при 80-90 градусах настаивается 20-30 минут в кастрюле, но лучше, конечно, в термосе, и наливается в ванну. Размешав, лежать в ванне 15-20 минут. Замораживать мокрицу можно, свойства она так не потеряет. А потом можно помещать в блендер, делать прекрасный смузи. Внимание, мокрица понижает давление, поэтому при артериальной гипертензии это идеальное средство. Поднимает мокрица уровень железа в крови, снимает воспаление, лечит маститы, омолаживает кожу, улучшая ее внешний вид. Избавляет от отеков, она является мочегонным средством. Мокрица делает сосуды более эластичными и применяется при варикозе и других проблемах сосудов. Она снимает спазмы гладкой мускулатуры, но укрепляет поперечно-полосатую мускулатуру, например, сердечную мышцу. Эта трава вместе с крапивой идеальный субстрат для компоста и для создания жидкого удобрения для аква- или гидропоники, а также для аэрационных бочек, для дальнейшего удобряющего полива огородных и любых иных растений. А с семенами расторопши, мокрица будет очень эффективной смесью для регенерации клеток печени, то есть как гепатопротекторное средство. Обладает мокрица свойствами лечить и укреплять бронхолегочную систему организма, от бронхитов до туберкулеза. Она устраняет кашель, а вместе с чистотелом лечит кожу и различные гнойные и незаживающие раны. Дорогие друзья, у кого мокрица на огородах, на участках не растет, или тем, кто хочет есть ее в свежем виде круглый год или почти круглый год, вот вам мой совет. Размножить растение очень просто. Найдите в природе или на грядках у соседей, перенесите ее и посадите у себя на грядках или в теплице, в зимнем саду у кого что есть, да хотя бы в горшках или в ящиках с хорошей почвой, и вы будете получать полезнейшую зелень, возможно даже круглый год, если поставить на подоконник и поливать. Размножается мокрица не только семенами, но и стеблями, и если они лежат плотно на земле, то из каждого сочленения, мутовки пойдет не только побег, но и корешок. Ну и сейчас завершение буквально на две минуты. Реклама от меня, моих продуктов, товаров, а не чьих-то других, как это делают блогеры, ну ради заработка. Товаров, за которые я отвечаю лично, которые укрепляют здоровье и продлевают жизнь. А также будет информация, как купить, заказать наши товары не только жителям России, но и тем, кто проживает за границей в любых странах мира. Слушайте. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru. Посмотрите хотя бы два раздела, отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары, вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био, зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики «Ответы на вопросы» и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете, на радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб. Мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Внимание! Нам нужен водитель со своей машиной, кто проживает в городе Зеленоград, либо близко от него, то есть Лобня, Химки, Красногорск. Так, пожалуйста, пишите. Под этим видео будет оставлена почта, куда вы можете написать в произвольной форме, что вы заинтересованы предложением работы водителем. То есть развозить заказы наших клиентов по Москве и в транспортные компании для отправки в другие города и страны мира. Разумеется, человек должен быть нашего мира и мировоззрения, то есть не употребляющий алкоголь, не курящий, ну и очень желательно веган. Ждем от вас заявки. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.